Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня же выпуск подготовлен при поддержке наших партнеров группы строительных компаний НТЦ. И сегодня мы продолжаем нашу беседу об охотничьем патронташе, но тема сегодняшней беседы, как правильно носить патроны для нарезного оружия. Ну опять же, если посмотреть, вот самый такой классический патронтаж той же фирмы, ну поскольку у нас, как правило, охотничьи карабины, магазины у всех съемные, на этом патронташе мы видим карман, в который можно этот магазин разместить. То есть собираясь на охоту, на вышку, снарядили мы магазин патронами. Вот тут четыре, положили, и вот у нас готовый магазин располагается в кармане. Ну, отправляясь на охоту, конечно, понимаешь, что, как правило, один-два выстрела, но нет, да нет, ну, говорят, что патрон мало не бывает. Кто-то из охотников встает на номер, и картина берет там с собой два патрона, и говорит, больше двух раз мне выстрелить не удастся. И, как правило, ему не хватит третьего. Кто-то берет с собой патчик пять, ему не удается выстрелить ни разу, а вес все-таки ощутимый. Ну, вот в этом патронташе тут позволяет иметь снаряженный магазин, ну, и также вот можно вот снарядить эти патроны, что тоже, в общем-то, они окажутся под рукой. Как мы видим, здесь у нас семь, четырнадцать, ну, и магазин, как правило, четыре, то есть двадцать один патрон. Ну, больше, чем достаточно. Можно отправляться хоть на войну с таким патронташем. Ну, достаточно удобно. Я вот этим патронташем часто пользовался. Ну, вот, также можно повесить нож сюда, естественно, позволяет регулировать длину, что на летнюю одежду, что на зимнюю. Достаточно большая здесь регулировка. Ну, может быть, неудобство стесняет движение, но многие используют всевозможные подсумки. Подсумка выпускается тоже великое множество. Вот такой классический подсумок от фирмы «Ресерва». Патроны расположены в два ряда. Гнезда, они изготовлены из прорезиненной ткани, с такой широкой резинкой патроны, надежно держатся. Также они очень быстро извлекаются. Достаточно сесть на вышку или встав на номер, открыть клафан, и всегда можно достать необходимый боеприпас. Ну, подсумки бывают тоже разных типов. Вот, как-то лет 7, наверное, или даже 8 назад попался мне в руки вот такой вот. Очень интересная модель, когда открываешь крышку, вот он под собственным весом открывается, падает, и, что удобно, движение вниз просто выдернуть, там, один или два патрона, сколько не хватает. Вот. Всегда они оказываются под рукой, очень быстро извлекаются. Вот. Если человек пользуется, ну, если в предыдущем выпуске, где мы рассматривали патроны для гладкоствольного оружия, там патроны имеют строго свой диаметр, там, 20, 12, 16. То здесь вот, допустим, патроны одной группы, вот если взять, допустим, патрон 7,62x54R и вот тот же 270, и они близки по геометрии. Также вот в этот патронтаж помещается и 300,6, и 300 винмаг, в общем-то, достаточно универсальный такой патронтаж, поскольку вот нижнее гнездо, оно рассчитано под калибр, там, 7,62, а верхнее изготовлено тоже из прорезиненной ткани, можно вот, чтобы патрон калибра 270 у нас спокойно располагается на гнезде, и тот точно так же комфортно расположился вот патрон 7,62x54R. Точно так же эти патроны помещаются во все вот эти вот так же подсумки, как мы видим, то есть этот подсумок можно использовать для 5 или 6 разных калибров. Ну, как в предыдущих выпусках я показывал, трехлинейный карабин Мосина, когда идешь на охоту с ним, ну, берешь патроны, снаряженные в обойму, эту обойму можно также положить в карман для магазина, или использовать такие вот диковинные винтажные аксессуары, вот такой штатный армейский подсумок, образца тех лет, ну, это, конечно, очень много, вот он вмещает в себя аж 30 патронов, 6 обойм по 5 штук, но, тем не менее, есть такие вот из натуральной кожи, по-моему, немецкое производство, то же самое, как мы видим, патроны располагаются, ну, достаточно получается такой увесистый, тем не менее, можно и так носить. Если отправляемся мы на охоту с тем же СКС, можно использовать как штатный подсумок, но СКС, он имеет большую какую-то емкость, там, 10 патронов, можно, конечно, обойму в карман положить, можно использовать вот такие же, как я уже сказал, винтажные подсумки, вот. Ну, и охотничья индустрия предлагает нам массу всего, существует даже патронтаж, вот, для калибра 5,6, для нашего калибра 22, лонг-райф, вот такие вот тоже бывают варианты, ну, это прям как, тоже из какого-то ковбойского фильма, но, тем не менее, эти маленькие патрончики можно носить тоже вот в таком патронташе, емкостью о 50 штук помещается, как раз стандартная пачка таких вот патронов, великое, множество всего выпускается, существуют даже вот такие вот двухместные патронташи, вот, как правило, их размещают где-то вот, либо с правой стороны казенной части, чтобы не мешало затвор, либо с левой части на цевье, то есть, сидя на вышке, можно на ощупь тоже вытащить, то есть, великое-великое множество, вот, этих всевозможных моделей. Какую модель использовать, выбор остается за охотников. Выпуск подготовлен при поддержке наших партнеров, группостроительных компаний НТЦ. Оставайтесь с нами, ни пуха ни пера, на канале «Разговоры об охоте» и не только. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова